Олимпийский стадион 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 Свен Йоран Эриксон призвал их к более активной игре и сделал две замены Ушли с поля Инзаги и Баронио, вместо них появились Станкович и Крестово Замены дали о себе знать почти сразу же На 48-й минуте Квалдио Пьохо Лопес отыграл пропущенный гол По-эстетски забил, остановился, еще подтянул поближе к себе Сергея Попова И через плечо защитника пробил в угол, Вирц здесь сделать ничего не смог Как выяснилось, этот матч, в общем, как и многие встречи столь разных по классу клубов Проходил до первого гола, забитого фаворитом На 48-й минуте Лопес открыл счет, на 54-й отличился Дизетте Фавали Пробросил мяч между ног Окуронкло и поразил цель 57-я минута, еще один гол записывает на свой счет Хуан Себастьян Верон Мастерски обвел стенку и здесь даже дергаться не стал Вирц 3-1 вот так за 9 минут Лацо вернул ситуацию к тому виду, который и хотели все лицезреть на Олимпийском стадионе Футболисты Шахтера поняли, что терять, в общем, нечего, им с самого начала было нечего терять Наверное, любое поражение могли бы простить украинские любители футбола от такого клуба Тем более, что все понимают, совершенно на разных полюсах футбольной планеты находятся эти команды Еще одна атака Римлян Клаудио Пьехо Лопес убегает от всех Центр поля 68-я минута Счет становится 4-1 В пользу Лацо Естественно, никаких вопросов об исходе этой встречи уже быть не может Самая, наверное, прогнозируемая группа оказалась Кидает поле румын Алиута Появляется вместо него молодой футболист Алексей Белик Вскоре вместо Попова выходит на поле Шмарко Ну, а последнюю замену Виктор Покопенко сделал за 6 минут до конца игры Вместо Ковалева появился Старостяк Видели мы Марсела Саласа, который сидел на скамейке запасных Он был заявлен в состав, но одет был в штатское Поэтому появление его на поле ждать не приходилось Последний удар по воротам Перуци Наносит его Тимощук Ну, а когда шло уже добавленное арбитром время Победную точку, финальную точку в этой встрече Поставил Клаудио Пьехо Лопес Под опорную ногу Юлию Вирту он прокатил мяч И сделал счет таким образом 5-1 Три гола записал на свой счет Клаудио Лопес Один фан Себастьян Верон И один Джузеппе Фавалли Который в том самом матче национального чемпионата против Вероны Отправил мяч сетку в собственных ворот И после этого был нещадно раскритиков Также 6 мячей было забито и в встрече лондонского Арсенала И пражской Спарты Но меньшим здесь оказалось преимущество одной команды над другой 4-2 Ну, так или иначе, Арсенал и Латсо подтвердили свой класс 13 очков у Арсенала, 10 у Латсо Все в этой группе ясно Не ясно только одно, кто же пойдет в кубок УЕФА В последнем туре Шахтер на своем поле принимает лондонский Арсенал Ну, а Спарта поедет... Спарта на своем поле принимает Латсо И трудно сказать, у кого более сильный соперник Я лишь отмечу, что если англичане и итальянцы одержат победы А этого исключать никак нельзя То преимущество получит Шахтер Потому что он забил на один гол больше Спарте на ее поле Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...